Заборами и проволокой огорожена часть территории государственного биологического заказника Бюзинский. Здесь, в Балахтинском районе, уже третий год обитают алтайские моралы. Эти благородные олени были на грани исчезновения. Панты, которые начинают расти весной, особо ценятся у барканьеров. Я как глава района обратился лет пять или шесть назад, чтобы как-то остановить это истребление моралов, и чтобы наши моралы жили в этих местах. Это очень здорово, когда все понимают, что это надо делать, и чтобы наши моралы тут жили, и их видели люди, и наши дети, и наши потомки. В питомнике прописалось 90 парнокопытных. Специалисты создали для животных все условия, чтобы они росли и размножались. И результаты есть. За это время здесь появилось более 30 моралят. В июне вновь ждут новорожденных. А вот эти годовалые отныне будут жить в естественных условиях. 18 моралов вернутся в дикую природу. Это первый выпуск животных. Он, наверное, за 50-летнюю историю последнюю, потому что в последний раз в 60-х годах, в конце, занимались реклиматизацией и восстановлением численности соболя и бобра. За историческим моментом сотрудники заказника наблюдали издалека. Они впервые выпустили моралов на свободу. В нескольких шагах от выхода животные в нерешительности замерли. Но осмелев, один за другим бросились в новый неизведанный мир. Такими методами интенсивными можно природный механизм подстегнуть, усилить в несколько раз. Но, соответственно, если здесь получим положительный эффект, будем в дальнейшем его использовать на всей территории Красноярского края. Выпускать моралов в дикую природу теперь будут ежегодно. Эксперты ожидают, что поголовье животных увеличится в два раза. Валя Шарыпова при поддержке Балахтинской телекомпании. Новости.